Земельные участки бесплатно. Уникальную возможность предоставили потенциальным инвесторам на специальной выставке в Шимпкенте. Здесь презентовали 100 проектов в самых различных сферах. Машиностроение, металлургии, сельском хозяйстве, пищевой и легкой промышленности, а также туризме. Бизнесменам даже предложили свободные месторождения Южного Казахстана в обмен на инвестиции. Подробнее расскажет Алма Уразбаева. Эту выставку назвали выставкой возможностей. Бесплатные земельные участки, вся инфраструктура, льготные финансы, права на недропользование вне конкурса. В обмен на капиталовложения потенциальным инвесторам даже предложили 100 готовых проектов. Машиностроение, металлургии, сельском хозяйстве, пищевой и легкой промышленности и туризме. Кроме индустриальных зон, мы сейчас первый раз презентуем понятие агроиндустриальной зоны. Государство подводит полностью инфраструктуру, централизованно строит котельные для отопления, для пары, электроснабжения, водоснабжения, плюс агрономия, то есть консалтерная компания, централизованная сбыть, централизованная поставка необходимых компонентов, это саженцы, это возможно удобрения и так далее. То есть, чтобы облегчить и снижать риски для предпринимателей. Кроме агрозоны, на выставке презентовали 15 индустриальных зон. В них предлагается построить швейную фабрику, птицефабрику, заводы по выпуску соков и концентратов, производство смолы. Многие иностранные инвесторы увидели здесь хороший потенциал для развития собственного бизнеса. Мы проанализировали локомотивные проекты и решили реализовать один из них. Халал-хаб. Рынок здесь очень интересный, маркет большой именно в халал-индустрии, поэтому мы будем развивать мясную и пищевую промышленность. Особенно привлекательным южноказахстанский рынок показался москвичам. Они говорят, что в рамках единого таможенного пространства открывать здесь совместные производства очень выгодно. Познакомили нас с компанией Кайпота, мы уже договорились с ними, мы уже договорились с ними о строительстве совместных мясокомбината здесь, для того, чтобы она стала экспортоориентированная. И отправлять продукцию в Москву, в торговые сети московские. Здесь хорошая сырьевая база, много скота, очень частного подворья здесь очень много. В сфере туризма в Южном Казахстане намерены создать три крупных кластера. Это новый курортный городок Сарагаше с современной архитектурой, горнолыжный комплекс Каскасу и пляжная зона на побережье Шардаринского водохранилища. Результатом привлекательных условий стало подписание ряда документов о реализации инвестпроектов на 40 миллионов долларов.